Доброе утро, дорогие друзья! У меня варится бульончик на куриные грудки, я варю всегда бульон уже с зеленью, которая вот здесь вот в соли присутствует, чеснок, зелень, сейчас буду курицу доставать, хочу вам кое-что показать. Слушайте, мне вчера Светлана выслала, вот зрительница огромное ей спасибо, она мне выслала целый план, они за это платили деньги. А мне она выслала абсолютно бесплатно, я себе распечатала, но только первую часть распечатала, надо картридж поменять, картридж заканчивается. В общем, здесь по правильному питанию великое множество салатов. В общем, такие салаты, которые прям вот на мой вкус, то что вот я обожаю, помидоры, красный перец, красный лук, кинза, кинза у меня любимая зелень, я ее просто обожаю. Это заправка, лимонный соло, сок или винный уксус. И в общем, я здесь только нашла для себя рецептов, рецептов, которые вот действительно такие хорошие. И расписано все питание вообще полностью, что нужно есть с утра, что нужно есть в обед, какие лучше вот приготовить, понимаете, вместе с рецептами все. То есть вот куриная грудка запеченная с помидорами с сыром, филе курицы в особом соусе. Я вчера, правда, на ночь читала, еще не всю прочитала, но я уже захлебывалась от слюны, потому что мне все нравилось. И вот здесь вот нашла вот такой вот рецепт салат с курицей-огурцом, куриная грудка. Вот у меня сейчас как раз она будет из супа, я ее достану, потому что в супе я ее не оставляю. Огурец, яблоко, зелень, 3 столовых ложки оливкового масла, сок половины лимона, соль и перец по вкусу. Прикиньте, как это все будет вкусно и здорово. И, в общем-то, вот сейчас, считайте, суп приготовлю, салат такой приготовлю. И здесь еще раз говорю, что великое множество. Вот, допустим, рецепт вот этот мне понравился. Куриная грудка. В кефире ее замачиваешь вместе с зубчиком чеснока. И потом все это запекаешь в духовке. Тоже вообще супер классный рецепт. В общем, спасибо Светлане огромное. Прямо вот вообще она мне. И, ну вот это я только говорю, первую часть она мне высылала 4 файла. И 4 файла вот это все нужно распечатать, прочитать. Да, Ванек? Да. А Ванек супчика ждет. Да? Нет, я хочу все убрать на столах. А, Ваня прибирается сегодня. На моем столе вообще. Ваня прибирается на столе. Так, ладно. А я буду готовить дальше. Это же выкидывает? А, ты это выкидываешь то, что у тебя ручка лишняя, что ли? Нет, она вообще с вами. Ну, я и говорю, ручка лишняя у тебя. Ну, выбрасывай. Смотрите, Ваня вчера. Знаете что? Сейчас, да, я покажу. Видите вот эту вот штучку? Это у нас вчера Ваня воображал себя тарзаном. Забрался вот сюда вот на вот этот вот пуфик и прыгал с него. В один прекрасный момент пуфик легкий. И Ваня уже тяжелый. Пуфик под ним подвернулся. И он улетел вниз головой. То есть это была вот ровно одна секунда. Вот понимаете? Вот уследить за взрослым ребенком. Одна секунда. Ну, правда, слава богу, хотя бы не орал. В общем-то не прыгал и вообще-таки не улетел. Улетел, Ванечка, улетел. Я это видела все прекрасно, как это было. Я, честно говоря, думала, что ты пробьешь голову, когда ты так летел. Но слава богу, что все обошилось. Да, Дашок? Я обжарила морковочку в суп. Я когда зажарку делаю, то всегда помимо вот такой вот одной морковки еще делаю еще одну морковку. Чищу. Как вы думаете, для кого? О, у меня есть один зайчик, который очень любит морковку. Зайчик, который очень любит морковку. Пожалуйте. Вот, кстати, Ваня, я в детстве не очень любила морковку, а ты, на удивление, у меня прям вот ее обожаешь. А, вот это ты хотел почистить. О, смотрите, Ваня, как убрался на своем столе. Идеально чисто. Сказал, я хочу, чтобы у меня было чисто. Только карандаш его я не разобрал. Аккуратно бы поставил тоже. А у меня здесь вот, смотрите, такая стопка уже выглаженная, выстиранная. Ждет дачи, белья. Потому что никак у нас нет тепла. Нет тепла, его, наверное, и не будет. Хотя завтра обещают, что будет потеплее. Смотрите, погода, серость, тучи, дети. Я смотрю, что там уже прям... Ой, мне что-то морковка горит, елки-палки. Вот это вот я обо всем. Про морковку уже и забыла. Пошла разгогольствовать. Да, Дашок? Пошла разгогольствовать. Про морковку забыла. Но, слава богу, что ничего с ней не случилось. Так. И к морковочке я добавляю лук. Сила мужа купить к супу укроп. Смотрите, какой он принес. Я бы не догадалась. А он, видите, какой молодец. Принес настоящий. Действительно свежий. Так что только что можно сказать с грядки. Так, ну что, мой куриный супчик сварился. Слушайте, укроп прям вообще просто сумасшедший какой-то. Я имею в виду, что он прям вот видно, что молоденький такой. Только что вырос. Так, сейчас суп настоится. Бермишель там разбухнет. У меня осталось еще немножко укропа. Но он вообще прям вот классный-классный. Молодой, нежный. Знаете, вот сейчас, когда покупаешь укроп в упаковках, он прям такой плотный, да? А этот прям нежный-нежный. Так, и делаем салат. Для салата нам нужна одна куриная грудка. Она у меня осталась после супа. Зелень. У меня в данном случае укроп. Вот эту курицу я сейчас порежу и добавлю в суп. В салат нужно добавить одно яблоко. И очень удобно есть вот такое вот устройство, которое отделяет сердцевинку от всего остального. Нажмешь. Вот, здорово. Видите, как сердцевинку же обычно не используешь. И вот при помощи такого нехитрого приспособления у вас все ненужное отсеялось. Так, яблоко мелко порезали и добавляем его в наш салат. Слушайте, ну я ни разу не пробовала курицу с яблоком. Вот честно. Не знаю, насколько это будет вкусно. Но будем пробовать вместе с вами. Ну что, остался у меня еще огурец. В рецепте. Мелко порезанный огурец тоже отправляется в наш салат. Так, а что еще там на заправку? Кстати, вот это вот у меня дайкон. А дайкон это разновидность редиса в своем роде. Ну я не знаю, в своем роде нет, надо почитать. В общем, вкус редиски. А редиску у меня обожает мой муж. Поэтому сейчас еще буду делать салат из дайкона. Так, салат с курицей и огурцом. Зелень, укроп, петрушка. Значит, 3 столовых ложки оливкового масла. Но здесь засада у меня, по-моему, оливкового нет. Будет растительное. И сок половины лимона. Лимон Андрей купил, слава богу. Очень часто получаю какие-то такие глупые комментарии. Под типо того, чтобы как вы могли не помыть. Что-то не помыть. Там ягоды, допустим, или еще что-то. Я вам не показываю весь процесс. Прям вот как я мою что. Но мне даже в голову не придет резать немытые фрукты, либо овощи и употреблять их в пищу. Вообще, вот даже не по поводу коронавируса, а вообще, в принципе, в целом. Так, половинка лимона. Я не знаю, как это людям в голову приходит. Значит, вы тоже как-то не моете, что ли, вот это вот все. Я не представляю. Вчера ягоду, разумеется, перед тем, как ее куда-либо добавлять и давать, тем более Ване. Кстати, лимон не очень хороший. Он, вроде, какой-то полувысохший. Поэтому я добавлю еще. Смотрите, сока даже практически нет. Показываю салат из дайкона. Значит, что я делаю. Вот такой корейский салатик, который очень любит мой муж, который обожаю я. Значит, у меня есть вот таких вот два больших дайкона и одна большая морковь. Все это нужно потереть на терке. Так, вот такое вот количество получилось морковки. Здесь у меня 4 зубчика чеснока. Уже мелко измельченый. Может быть, не совсем мелко. Кто как любит. И самое главное сделать заправку для всего этого дела. Для заправки нам нужно масло. Можно оливковое, можно подсолнечное. Самое главное, чтобы оно было без запаха. Значит, в масло мы добавляем одну чайную ложку молотого перца. Вот так вот. Одна чайная ложка молотого перца. Одна столовая ложка сахара. Это маринад такой получается у нас. И полторы ложки 9-ти процентного уксуса. Вот так. Все это дело мы перемешиваем. Так, все. Когда, значит, у нас растворился сахар, в этой заправке заправляем наш дайкон и нашу морковь. Так, вот такой вот вариант салата получился. Его, в принципе, можно есть сразу. Но если он промаринуется, то это будет совершенно другой вкус. Поэтому я убираю, это на 3 часа планирует. Ну что, Иван, суп зачетный? Ну, Ваньки он любит, но он больше борщ любит. А борщ у меня как-то муж не особо любит. Я его не люблю. И мы куриный быстрее съедаем, чем борщ. А борщ обычно выливать потом приходится. Поэтому здесь, здесь вонюшки, здесь. Смотрите, какая красота. Да, Вань? Так, ладно. Я настраиваюсь, я попробую вот этот салат. Что-то как-то, знаете, обычно привыкла там с этим, со сметаной, там, ну, либо с йогуртом. А с растительным маслом еще ни разу не пробовала. Давайте пробовать. Ну что? Ну что? Ну что? Яблоко с курицей и с огурцом. Самое любопытное. В общем, очень необычный вкус, знаете. Огурец пресный. Курица, понятное дело, курица, она и в Африке курица. А яблоко сладкое. И получается такой, как бы, кисло-сладкий вкус одновременно. Но я не могу сказать, что это невкусно. И укроп еще плюс придает свою лесту. Но, вы знаете, я бы все-таки лучше вот это вот заправила йогуртом. Малой жирным йогуртом. Потому что, ну, что-то как-то вот с маслом не очень. Ну, в любом случае мы это, разумеется, съедим. Во всяком случае, это правильное питание. Я сейчас распечатаю прямо вот, что нужно есть по пунктам. Там завтрак, обед, ужин. И завтра уже постараюсь придерживаться вот именно вот этих вот рекомендаций. В общем, и так делюсь с вами информацией, которую мне прислали. Значит, ну, взвешивать продукты. Но продукты я взвешивать не буду. В рационе нет сладостей. Лучше без них обойтись. В общем, здесь, знаете, чем? Очень удобно. Я говорю еще раз, что спасибо большое Светлане. Понимаете, за что? Что, ну, здесь понятно, что расписано, да, калории 1300-1600. Самое ценное, что здесь прямо по дням расписано все, что нужно. И это не самое главное. То есть, вот видите, ПП каша, да? А что значит ПП каша? Так вот, дальше идет расшифровка вот всех этих рецептов. То есть, что нужно и как нужно готовить. Прямо все-все-все расписано. То есть, грубо говоря, вот эту вот страничку вешаю себе на холодильник. Смотрю, что мне нужно, допустим, приобрести, какие продукты на понедельник. Что мне нужно приготовить. Все очень просто. И готовлю. Ну, вот попробую целую неделю вот кушать согласно вот этому списку. И посмотрим с вами, через неделю будут какие-то результаты или нет. Так, показываю, как у меня теперь выглядит мой холодильник. Итак, на завтра, значит, что мне нужно купить. Смотрите, видите, здесь все видно. На понедельник, да? Значит, куриное филе мне сейчас нужно зайти и купить. Ананасы. Крупа 40 грамм. Зачем крупа, интересно? Я крупу терпеть не могу. Творог 5% нужно купить. Ну, вот в общем, видите, вот все по дням. Хлопья овсяные. Куриное филе. В общем, куриное филе можно на неделю покупать. Кстати, что во вторник, что ли, отбивная с ананасами. Что в понедельник тоже отбивная с ананасами. Значит, можно приготовить на 2 дня подряд. И вот так вот, смотрите, в общем. Супер холодильник у меня. Ну что, наматываю четвертый круг. И включила сейчас себе сборник шансону какого-то. Для меня неизвестного. Я там песни никакие не знаю. Сейчас наткнулась на такую замечательную песню. Там, где живет любовь, там всегда цветы. И там душа поет. В общем, если я найду, кто исполняет эту песню, надо на шазами прослушать, то вам я ее вставлю. Песня просто бесподобная. Где любовь живет, там всегда цветы. Там душа поет, там со мною ты. Жизнь вверх за витком, виток, По спиралле ползет. Ты, как воздухоглоток, Что дышать и жить дает. Когда такой там мотив, знаете, прям чуть ли не маршируешь. Идешь. И у тебя сразу же открывается второе дыхание. Даже не второе, наверное, а третье и четвертое. Я ее уже прослушала три раза. Поняла, что если на нее монетизация разрешена, чтобы не упала вот эта вот жалоба на нарушение авторских прав, то я вам ее буду ставить. В общем-то, сейчас четвертый круг. Дойду и иду в перекресток покупать правильные продукты питания все с завтрашнего дня, как у нас всегда говорят, с понедельника. Начну все с понедельника. А потом, знаете, так укладываешься и говоришь, а ладно, со следующего понедельника. Так вот, чтобы уже не было пути назад, во-первых, я это все вам показываю, рассказываю. И уже отступать некуда, потому что смотрит большая аудитория. Так, ну что, песню нашла. Очень долго искала, она, видимо, старая. В инстаграм уже запульнула вместе с этой песней видео. Значит, мне нужно купить творог 5%, молоко 1,5% и йогурт 2%. Найти такого в продаже не видела. Вооружившись маской, идем с вами на поиски продуктов. Объявление, видите, раньше было написано запрещено, а сейчас не рекомендован вход. Я как только попадаю в перекресток, я сразу иду к ягодам. Потому что без ягоды я не могу. Хотя бы вот такую вот маленькую плошечку на двоих с Ваней обязательно берем. Черешня появилась, смотрите, со скидкой 399 рублей за килограмм. Ну, правда, не знаю, но может быть вкусная, кстати, надо попробовать. Мне нужно взять овощи какие-то, зелень, зелень, укроп из зелени, из овощей. Возьму шпинат. Я шпинат очень люблю. Мне его не противно есть. Ем его с удовольствием. Его можно потушить. В общем, я думаю, что этого достаточно. Смотрите, кстати, уже сваренная свекла продается. Целая, отсыщенная даже. Удобно как. Так, ладно. Идем с вами йогурт смотреть. Двухпроцентный. Где двухпроцентный йогурт у нас? Такой. Ух ты, даже есть 0,5% я и не знала. Двухпроцентный йогурт. Активия. Ну вот, наверное, Активия. Сколько там процентов? Молоко, заклазка, пробиотик. 2,4% жира. Есть еще миньс. Слаймом с мятой. Какой-то новенький йогурт. А 0,5% интересно не подходит? Так, вот какой-то йогурт с голубикой. Здесь процент жирности где? Жиры 1,2 грамма. Массово 1,2 грамма. Но я думаю, что тут, наверное, можно такой йогурт, да? А просто обычный, вот без сахара еще какой-то. Ну-ка, массовая доля жира 2,9%. Ну и все, собственно говоря, из йогуртов это все. То есть, то есть, то есть, то есть. Самое маленькое, что я нашла, это, наверное, вот этот состав. Массовая доля жира 1,2. Ну, в общем-то, возьму вот такой. Ну и возьму попробовать вот такой. Что это за йогурт такой? Братья Чебураш какой-то. Что это за Братья Чебураш? Это вот этот Братья Чебураш. Со скидкой. Он, наверное, на срок годности, что ли, заканчится? 27-го, 8-го числа. Но я его успею до этого момента выпить. Давайте попробуем. Творог, кстати, мне написали недавно. Почему простоквашина? Не знаю. Я почему-то простоквашина очень люблю. Вот именно простоквашина. А тут у нас много всего. И сметана фермерская разная. Так, есть 9-процентный. Есть 5-процентный. Вот он. Но вот этот мне рассыпчатый нравится больше. Ну, ладно. Нужен такой, значит, возьму такой. Так, что там еще? Молоко 1,5-процентное написано. Молоко 1,5-процентное. Так, это отборное у нас. Там много процентов. Вот. Молоко простоквашина тоже. 1,5-процентное. Но срок годности 27-го. У меня какой? 24-го, по-моему. А, поэтому оно со скидкой и идет. Популярностью не особо, да? Пользуются. А это... А это хотя бы до 31-го. Ну, возьму вот этот. А есть вот здесь поменьше. Сколько здесь процентов? Непонятно. Ладно. Ладно, беру это. Так, ну что. Овсянка, сэр. Нужно какую-то взять овсянку. Ну, овсянка, я знаю, что... Обычно клинская хорошая овсянка. Но что-то я ее здесь особо не вижу. Где она есть-то? Нордик. Нордик. Овсяный хлопья с отрублями. Совсем не отрублями. Так, 4. Сейчас лапа. Ой, сколько тут всего. Овсяная каша ванильная. С бананом. Смотрите, какие каши есть. Ягодные. Ну-ка. Семенами чья. Что-то за ягодные. За минуту. Что здесь такое? Выглядит оригинально. А вот куда состав спрятали. Овсяные хлопья. Сахар. Сахар не подходит. Сахар не подходит. Я знаю, что многие вот еще вот эту вот гранулу едят. Что такое гранула? Не знаю. Так. Ну и в итоге что-то как-то не очень большой. А, вот она. Вот она. Вот она. Экстра овсяные хлопья клинские. Вот обычно вот их у нас и покупают. Только тоже почему-то разница 61 и 119. Я знаю, что есть их, видимо, наверное, два производителя. Потому что у нас тоже такие есть. Одни подороже, одни подешевле. Ну, возьму вот эти. Пусть будут подороже. Так, мне еще вот этот герколес понравился. С курагой и семенами льна. Знаю, что семена льна полезные. Самое главное, чтобы сахара не было в составе. Сахар есть или нет? Господи, состав-то не увидишь. Вот он состав. Хлопья. Но для слепых. Хлопья овсяные, абрикос сушеные, семена льна, белок. И, в общем-то, сахар здесь не написан. Так что тоже можно взять, попробовать. Возьмем и то, и то. Ну и куриная грудка. Мне нужно филе куриной грудки. Что-то здесь какой-то бардак в мессе. Есть какие-то такие медальоны. Мякоть вот эта вот петруха сейчас почему-то очень часто. Так, филе. Филе охлажденное. Просто филе, да? 279 рублей по 30-е число. Ну что, на несколько дней, в принципе, мне этой курицы более чем достаточно. Вот здесь, смотрю, скидка очень большая на масло. Стоило 479 рублей. Сейчас 389. Оливковое масло с чесноком, с базиликом, с лимонной корочкой. Смотрите, какие красивые абрикосы в легком сиропе. Ну, мне-то, наверное, сладкое нельзя, но не наверное, а точно. А вот Ваньке я возьму. Уж больно красивое. Надеюсь, что не только красивое, но и вкусное. Ну что, вот оно тут отдел с изюмом, с финиками, со всеми делами. Ну вот, изюм красивый вроде бы. Там многое не надо, здоровый перекус. Почему бы и не взять, да? У нас режим трактора, Ваня говорит. Мам, Даша включила режим трактора. Так, ну что, вот. Все я выгрузила, все, что я купила. Ну, так. В общем, овсяных хлопьев хватит мне надолго-надолго. Ваня-то папа пусть открутит. Яблоки тоже. Ну, у нас, кстати, всегда яблоки. И яблоки, и помидоры, и груши. Вот они всегда у нас есть в наличии, потому что, как бы, ну, фрукты я не показываю, но мы их обязательно едим. Отдай папе, пусть открутит. В общем, творог. Грудку хочу приготовить в кефире. Очень классный рецепт, мне очень понравился. Ну, изюм, все, в общем, без ананасов. Все без ананасов. А потом я с ананасом приготовлю, потому что там целая неделя практически куриная грудка. Ну, не знаю, вот насчет черешни сейчас надо попробовать. Насколько она вкусная. Но Ваня захотел в первую очередь попробовать абрикосы, да? Ну, что, Ваню, пробуй. Смотрите, не видно, не видно. Нет, чтоб свежие абрикосы. Вкусно? Ну, кстати, я вот такие вот в сиропе абрикосы люблю больше, чем свежие. Я не знаю, почему тоже, потому что они, наверное, мягче. Я вот, у нас же раньше, допустим, на севере, давно, в Ванином возрасте, да, не было свежих абрикосов. Бананы-то появились, когда мне лет 16 было в продаже. И мы ели в банках черешню, вишню, абрикосы, ели все это в банках. И когда я попробовала настоящий обычный абрикос свежий, мне он не понравился, потому что в банке он был гораздо вкуснее. Ваня, как ты думаешь, за счет чего он вкуснее? Сиропа. За счет сиропа, да, потому что он в сахаре. А когда без сахара, то он немножко жестковат. Хотя, как-то раз меня угощали, привозили именно из Узбекистана. Очень спелый, вкусный абрикос. Таких абрикосов я больше никогда в жизни не ела, вот покупных. А это вот именно привозили откуда-то от себя. Так, а ты не хочешь взять тарелку хотя бы какую-то, да, Ваня? Прям из банки. Я не елся. Все, наелся? Все, гулять сейчас пойдете? Да? Куда? Куда грязную вилку? Вот молодец. Вот молодец. Глаз да гласно. Что, первая черешня мытая. Говорю для тех, кто не видит, не знает, потому что мне иногда уже доводят до бешенства такие комментарии. Что же вы не помыли? Что же вы пенку не убрали? Просто не показала. Посмотрите, видите, здесь она мокрая. Обязательно всю ягоду, обязательно мой. Вкусная, Вань? Правда, немного кисловатая. Кисловатая? Ну-ка. Ну-ка. Первая черешня. Да, не сладкая. Не, ну она, конечно, когда чуть попозже, она будет еще более сладкая. Но, в принципе, сейчас тоже хорошо. В общем, вот такое вот сегодня у меня был день. Андрей, наконец-таки, пошли с Ваней кататься на самокате. Тоже немножко хотя бы проветриться. Ну, а я давайте такую немножко позитивную историю расскажу про Швейцарию. В Швейцарии закон запрещает держать дома одну морскую свинку. Эти животные, как правило, очень страдают от одиночества. Ну, в принципе, все мы не можем быть одни, да. И вообще, в этой стране, в Швейцарии, очень много законов, защищающих права животных. Так, владельцы собак обязаны проходить специальный курс обучения, а кошкам обязательно следует предоставлять свободу выхода из дома или держать другую кошку вместе с ней. Представляете, в Швейцарии, да? Да? То есть, кошку вы одну не можете держать, две. Либо, если это одна, то она должна гулять на улице. Какие же они молодцы! Даже права швейцарских аквариумных рыбок и домашних птиц охраняются законом. Так что, если уж быть домашним животным, лучше всего жить в этой стране, в Швейцарии. В общем, было бы замечательно, чтобы у нас в нашей стране заботились и о животных, и о людях в том числе. Чтобы все мы были защищены законом и жили счастливо. Ну, а на сегодня это у меня все. С завтрашнего дня начинается дача. Не знаю, мучить вас или не мучить рецептами правильного питания. В принципе, вы все видели, я вам всем показала. Мне кажется, там все понятно, что есть, когда есть. Но, если нужно, то могу, в принципе, показывать, что готовлю на завтрак, на обед, на ужин. Каким образом все это выглядит. Но, в принципе, там все однотипно. Куриная грудка, йогурт, овсянка утром. Всем, как всегда, здоровья, удачи, позитива, здоровья. И обязательно увидимся с вами вновь. Пока-пока. А Дашка вокруг меня сейчас наматывает круги, потому что ждет мясо. Да? Видели бы вы сейчас эти глаза. Понятно? Душа поет Там со мною ты Жизнь вверх за витком Виток По спиралиле Что дышать и жить дает